итак здравствуйте друзья сегодня расскажу как оптимизовать работу вашего windows и как почистить диск c или системный диск и впрочем также расскажу про авто обновляющих если можно так сказать драйверов для вашего компьютера ну что ж начнем самой первой программы который бы хотел рассказать это про очистки очистку windows а которые установлены в нем по умолчанию значит так и называется очистка диска значит для того чтобы его найти надо мышку взять правый нижний угол к так как у меня windows 8 если у вас другой windows просто нажать поиск допустим и ввести вот сюда очистка диска в поиск а значит потом нажать параметры и вот здесь вот четвертое снизу освобождение места на диске за счет удаления файлов значит вот вылезет вот такое окошечко которое вам предложит какой диск вы хотите очистить но я хочу очистить системный диск и так вот загружается наша программка ну да программка которая сканирует какую что можно удалить на диске c вот временные файлы интернет не будем удалять ну допустим у меня уже почищен но я удалю эскизы и так далее видите здесь правом верхнем углу он пишет максимальная мегабайт сколько он может очистить может быть 5 гигабайт или сколько там он найдет меня почищена поэтому я удалю демонстрации 6 мегабайт вот здесь ниже он пишет сколько я пометил нажимаю удалить до удаляю и так он удалил и закрылся сам теперь я покажу как очистить системные файлы для этого опять поиск опять вводим очистка диска опять значит то параметры нажимаем и 4 снизу опять нажимаем дисце только сейчас мы нажмем уже очистить системные файлы системные файлы пока он до на диске c опять нажимаем системные файлы это допустим то что вы загружаете при авто обновлении windows допустим у вас здесь есть флажок то есть вы обновляете windows и остаются какие-то файлы после обновления и для того чтобы файлы эти удалить потом после того как ну как исходники или экзишники их еще называют чтобы их всех удалить от почистить они уже вам не нужны для этого и существует очистка ну также и другие системные файлы видите здесь уже больше 67 мегабайт причем помечено а 40 мегабайт вот внизу ну так как я здесь уже чистил вот видите очистка обновления windows или защитник windows где также наверное удаляются обновления вот ну нажимаем ok 40 мегабайт это при учете что у меня уже почищена здесь я были большие цифры сейчас 356 может быть 10 гигабайт можно накопиться файлов нажимаем ok и удаляет он после удаления он сам все закроет значит 2 2 программ который бы хотел поговорить это цикле не значит открою пока скопируем ccleaner и откроем в яндексе поиски в поиске яндексе значит вводим сюда цикле не в скачать бесплатно вот и я рекомендую повторюсь ссылки заходить потому как вот это самая на сама вас сам сайт от издателя поэтому нажимаем сюда и нажимаем download дальше мы нажимаем еще раз download вот и значит файл идет устанавливаться сейчас он начнет устанавливаться вот нажимаем сохранить но он по да ну пускай заменить ну дальше чтобы установить надо просто два раза по нему нажать я думаю вы разберетесь как это делать у меня вот у меня программка естественно уже установлена поэтому я запущу ее покажу вам как и и что с ней делать сейчас она загружается и так она загрузилась первая очистка нажимаем анализ видите кнопочка очистка пока не завершилась о рекомендует закрыть firefox ну хорошо пускай закрывает вот но иногда бывает это ну-ка сейчас быстро очистит или долго будет сейчас посмотрим вот все готово как видите 1200 мегабайт может очистить нажимаем очистить и он очищает иногда он долго это делает мне почему-то когда ходит до 99 процентов ну ничего видите завис пока что ну сейчас может все вы сейчас посмотрим да по ходу ну придется ждать ну ладно тогда нажимаем отмена и теперь нажимаем реестр поиск проблем нажимаем и соответственно когда он закончится находить все проблемы значит появится кнопка исправить вот она появилась исправить сохранить резервное копирование нажимаем да сохраняем теперь и исправить все и так с этой программой все теперь дальше я бы хотел рассказать о дефрагментации дефрагментация это такая вещь опять правый верхний угол нажимаем поиск где рагментация и параметры дефрагментация оптимизация ваших дисков для чего нужна дефрагментация наш круглый диск его еще называют жесткий диск он он круглый и считывающая головка бегает по нему по кругу чтобы считать информацию и бывает так что файл один записан допустим часть его записано в одной стороне диска а другая часть другой и вот оптимизм дефрагментатор он делает чтобы эти части были рядом находясь рядом на диске то есть головки не надо было долго бегать по кругу а значит у меня диск c является ssd или если коротко типа флешки но если у вас же а вот диск l2 2 терабайта он жесткий поэтому его можно вот так анализировать вот и потом оптимизировать это занимает время но все равно после этого если вы давно не дефрагментировали есть прирост следующий файл к программку которая бы хотел рассказать это h в монитор значит для чего опять откроем браузер с и я расскажу значит как для чего он нужен я сразу же пока все открывается сайты вводим яндекс это название и значит заходим на первую ссылку вот этот значит чтобы я сразу же расскажу для чего нужна эта программа значит вот так вот она выглядит и она нужна для отображения температуры вашей системы процессора видеокарты и так далее чтобы вы видели при как они температурные поднимаются при нагрузке как при играх и так далее при каких-то сложных операциях для того чтобы вас ничего не сгорелось и коротко ну и чтобы просто кому если интересно мониторить ваш компьютер значит для того чтобы скачать его не нажимаете вот здесь вот не здесь download не здесь надо нажать вот здесь вот 123 сетап это не очевидно поэтому не перепутайте нажимать вот здесь вот download now и вот он опять предлагает сохранить сохраняем у нас уже есть ну пускай переписывает и дальше также нажав два раза устанавливайте на ваш компьютер а значит как работает я уже коротко показал следующая программа которая бы хотел рассказать это программка которая называется simple drivers free если вы обновляете ваш компьютер видите я нажал на стрелочку вверх у меня появился такой флажок вот в правом нижнем углу значит если я на него нажму и нажму еще раз открыть центр поддержки а теперь центр обновления windows видите вот здесь вот все обновления поиск обновлений как видели у меня одно неважное обновление значит он найдет и вы просто потом нажмете установить вот здесь вот по моему будет кнопка и тогда ваш windows обновиться если вас конечно лицензионный windows если там не лицензионный или как говорится пиратка то это уже надо как бы в зависимости от нее и так далее ну если вас вы не обновляете либо у вас просто проблема с драйверами какие-то рекомендую slim drivers free значит чтобы его скопировать чтобы его скачать опять копируем набираем в яндексе так вставляем и не забудьте слово free потому что есть платный если вы скачаете платный как понимаете и самую первую ссылку нажимаете вот после чего сейчас я покажу где загружается нажимаем download вот эту вот кнопочку зеленую и еще раз и и сейчас у нас откроется скачивание пока открывается скачивание я открою сам программу о проблема параметр задан неверно ну пост попробуем ее переустановить тогда сейчас опять заново скачаем потому что у меня уже такая проблема почему-то было так открываем и заново его ее точнее эту программу переустановим и так я коротко расскажу пока про программу она обновляет все драйвера на вашем компьютере определяет какого видите вот теперь запустилась заодно мы и установили значит просто нажимаете star scan и скану процесс и у вас он сканирует и показывает какие драйвера нужны у меня это встроенная звуковая карта я пользуюсь внешней звуковой карты поэтому я не обновляю вот эти дрова и так если у вас будет дефрагментирован диск очищен значит исправленные ошибки реестра да и скачены последние дрова скорее всего ваш компьютер будет работать лучше чем он работал также мне есть актив оптимизатор для ssd но это уже у меня intel ssd поэтому ну также можете ввести в яндексе и скачать его с официального сайта просто я думаю вряд ли у кого-нибудь будет ssd именно от intel очень мало людей думаю ну тоже тут нажимаете просто оптимизатор пуск и все соответственно будет работать лучше ну вот собственно и все что я хотел рассказать коротко и со всем этим я пользуюсь сам и после этого компьютер начинает работать быстрее все благодарю за внимание всем всего хорошего